МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На ТНВ новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот о чём пойдёт речь. Бульдозерам по историческим постройкам. Способам вандальным его сносить не имели права. Почему в Октябрьском городке сносят здание начала прошлого века, Алина Зинатолина? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередное повышение цен на топливо. Каждую неделю больше и больше становится. С чем это связано, и почему владельцы заправок работают в убыток? Анна Городнова. Оставили в отцеплении. Пожарная охрана подъехала, не смогла к нам подъехать, потому что подобраться к нам они не могут. О земельном споре между жителями и предпринимателем. Альбина Минебаева. Меньше цены, меньше надои. Так не должно быть зимой. Почему закупочная цена на молоко продолжает падать, выяснял Рамиль Шайдулин. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бульдозером по истории в Октябрьском городке сносят здание бывшего детсада Военторга, чтобы построить торговый центр. Здание старшей революции, к тому же, такой архитектуры в Казани не осталось. У застройщика есть разрешающие документы, однако начался снос, едва ли законно считают жители района. Или это вовсе не снос? На чьей стороне правда? Искала Лина Зинатулина. Эту картину жители Октябрьского городка засняли 4 января. Бывший детсад, а до этого Военторг, рушит бульдозер. Вокруг при этом никаких табличек и ограждений. Постоянно играли малолетние дети. То есть лазили. Приехал бульдозер 4 января. Начал сносить здание. Соседи увидели, выбежали. Остановили, потому что увидели детей на территории. По словам Светланы Павленко, стройку обнесли забором лишь на следующий день. А паспорт объекта на нем гласил, что работы стартуют 5 января. Сегодня документа мы уже не обнаружили. Здание построено в далеком 1910-м. По словам местных жителей, последние 7 лет оно пустовало. А вот с Нового года все изменилось. И теперь от исторической постройки лишь развалины. А на их месте, согласно проекту, в следующем году вырастет торговый центр. Старое здание местные жители отстаивали как родной дом, обращаясь в разные инстанции от прокуратуры до Минкульта. И до сих пор уверены, что снос был вне закона. Данные здания находятся как мало того, что в границах исторического поселения. Также им присвоен статус цены градоформирующих исторических объектов. Должен быть обязательно ручной разбор зданий с обязательной маркировкой каждого кирпича. Сооружение с уникальной архитектурой, образцов которой в Казани не осталось, защищала и помощник президента Олеся Балтусова. Но памятником дом не является и соответствующим законом не охраняется. Что с ним делать, определяла межведовственная комиссия. По ее решению от 4 июля прошлого года компромисс застройщика и градозащитников перенос старинного здания с воссозданием в другом месте. 70% в настоящий момент кирпича уже сохраняется, запаковывается в палеты. На территории будущего воссозданного здания будет расположен детский центр. Что будет находиться внутри, у нас пока понимания нет. Но проект этого здания и этого центра мы сейчас готовим. И как сегодня ответил на наш запрос Минкульт, застройщик выполнил детальные обмеры и восстановит прежний облик. Расположится заново собранное по кирпичику строение здесь же, за тем самым торговым центром, ради которого было снесено. Здание шагнет назад буквально на 100 метров, туда, где сегодня жилой дом. А вот судьба этой постройки из красного кирпича уже печальнее. Этот и два похожих дома по соседству снесут. Их уже наполовину расцелили. Лена Зинатольевна, Амир Зальшев, ТНВ, Казань. Переезд по принуждению довел до суда. Сегодня в Ахитовском районном суде стартовал процесс по Мергасовскому дому. Яблоком раздора между исполкомом и жителями аварийного жилья стали квадратные метры в центре города. Дом с историей по улице Дзержинского признали аварийным еще в 2009-м. Его обитатели ждали безвозмездно новой квартиры в Салават-Купере. Но ехать на окраину готовы не все. И вот спустя 8 лет разговор с несговорчивыми исполком продолжил в суде требования города расторжения договора соцнайма. В исках к собственникам жилья изъятие квартир с дальнейшим переселением. Только вот сами аварийщики указывают на процессуальные ошибки. Обозначить их в суде жители Мергасовского дома готовы уже 26 января. Сколько будет стоить литр бензина? Этот вопрос все чаще задают автовладельцы. Ведь на стыке года цены на топливо выросли как минимум на 50 копеек. А с 1 января выросли и акцизы. Когда ждать следующего подорожания? Мнение экспертов выслушала Анна Городнова. Везде все дорожает, дорожает. Вот сейчас уже под 40... Бьет по карману каждое повышение, признается Равиль Габидуллин. В его семье трое детей, две машины. Заправляется на 10 тысяч рублей в месяц. Кружки и прочее, прочее. Детей разводишь туда-сюда. Я на работу, обратно еще куда-то. Ну в любом случае, что-то такая сумма, наверное, уходит. На бюджете? Да, ощутимо очень даже. Такого роста не ожидали перевозчики. Теперь думают, как выжить. Иногда у боты к себе работаем. Приходится поднимать тариф по перевозкам. Цены на этом табло еще декабрьские. Без учета повышения акцизов в этом году. Их ставка вырастет дважды. С 1 января и с 1 июля. Топливный акциз вырастет на 50 копеек за литр. Всего рубль в итоге. А бюджет у страны он принесет дополнительные 40 миллиардов в год, которые пойдут на строительство дорог. А вот на сколько вырастут розничные цены, точного ответа пока нет. Последнее повышение было только в декабре. Всего же за прошлый год топливо росло 5 раз. При этом цены на АЗС приходится сдерживать. Они вот хотели повысить цены на 95-й 2 рубля 10 копеек, 92-й 2 рубля, 80-й на рубль 10. Мы считали возможным повышение на 50 копеек. Владельцы заправок уже просили повысить стоимость бензина, ведь отпускные цены на заводах растут слишком быстро. Дистопливо в оптовом сегменте подорожало на 25%, а в рознице всего на 8. Цены на табло руководитель этой частной заправки поднимает прямо на наших глазах. Мы не можем себе позволить расти, скажем так, на зарплату зарабатываем, сотрудники довольны, но пока радуемся тому, что есть. Мы терпим убытки. Хотелось бы сохранить ту разницу, которую необходим на заправке, чтобы нормально выплачивать налоги, зарплату выплачивать сотрудникам, ну плюс ко всему что-то оставлять на развитие. Сегодня о развитии мы даже и не говорим. Народ в ожидании не повлечет ли за собой это подорожание. Другие... Уровень инфляции так или иначе отразится на повышении. Это однозначно. Но привязывать это к тому, что раз цена на бензин выросла, значит и на потребительские товары вырастут, это не совсем правильно. Резкого повышения цены бензин не будет, уверяют эксперты. Оно будет плавным в течение всего года. Анна Городова, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. А у них цена за литр тоже восторга не вызывает, но совершенно по противоположной причине. Производители молока жалуются на низкие закупочные цены. За год они упали до уровня трехлетней давности. Их диктуют закупщики и крупные заводы. Селяне вынуждены соглашаться, иначе дойных коров придется спускать под нож. А что еще остается делать, выяснял Рамиль Шайдулин. Каждый вторник, четверг и субботу Энджей Иксанова выезжает за молоком. Ее семья занимается этим 30 лет. Эдакий семейный бизнес, если бы не одно «но». Уже год, как он, не приносит ничего. Последний год уже выше 18 уже нет. И молоко хорошее, и мало, потому что спрос должен быть много, поэтому это нереально, чтобы зимой молоко на такую цену, это вообще. В подворье Зинатулиных осталась одна корова. И зарезать жалко, и кормить накладно. Каждое утро она дает по ведру молока. Литр у них в Кугеево принимают за 17 рублей. Здравствуйте. Здравствуйте. Приехали? Да, конечно. Молоко нужно? Свежий, надоеный молоко. Но так буренка себя даже не окупает. Сколько затрат уходит на корма, и сколько уходит трудов человеческих. Поэтому, мне кажется, нет. Привычный сбор молока сегодня это 10-12 бидонов раз в двое суток. Но еще три года назад эта цифра доходила до 24 и 25. Сегодня столько просто не сдают. Цены упали катастрофически низко. В середине зимы, когда молока не так много, оно должно расти в цене почти за бесценок. Его отдают в Камском устье. Литр стоит 17, в Буинске 16, в Муслюмове 15 рублей. Ниже некуда. Молоко уже на 5 рублей дешевле, чем в прошлом году. Для сельхозформирования Татарстана это потеря более 400 миллионов рублей денежной выручки в месяц. Хотя в магазинах, конечно, молочной продукции дешевле не стало. За прибыль в Минсельхозе будут бороться объемами. Если будут загружены молокозаводы, то по прогнозам и цены на молоко падать не будут. А вот сами фермеры ищут других закупщиков. Как вариант кооперативы. Между сборщиками молока обыкновенными составляет разница в цене до 6 рублей. А если это работает через сельхозяйственно-потребительские кооперативы, то разница, труд должен быть оплачиваемый, разница составляет от 2 рублей 30 копеек до рубль 50, потому что они договариваются. Пока же селянам советуют торговать самим, ввести в микрорайоны городов и устанавливать свои цены. Рамиль Шайдулин, Рина Цапин, ТНВ, Зеленодольский район, Казань. В безвыходном положении уже в буквальном смысле оказались казанские бизнесмены. Владельцы здания по улице Мусина в один миг лишились парковки, проезда для спецтехники и даже для спасателей. А заходить в офис им предлагают через крышу. Альбина Минибаева о том, каким бывает соседская парковочная игра. Мне предложили так, купить себе вертолет, организовать себе площадку и уже через крышу заходить к себе. Бизнес на грани экстрима оказался у Натальи Левачковой. Ее здание по улице Мусина кружили цепями и ограждениями жителей дома напротив. Теперь собственники объекта и без парковки, и без проезда для спецтехники. Мы ничего не можем, у нас ключи Адановы. Нет, мы заехать сюда не можем. И соответственно ни разгрузиться, ни подъехать. Вывезти эти баки невозможно. То есть я через машину, не знаю, какими такольными путями провести к дороге, для того, чтобы вывезти мусор. В заложниках оказались не только предприниматели, но и жители другой высотки Помусина. Они вспоминают, полгода назад территорию никто не ограждал, зато теперь заезд на парковку только по ключам. Это была общая пространство. Кто успел, тот и съел. Кто смог поставить машину, тот и поставил. Кто не успел, значит в других местах. Теперь мы в принципе не можем парковаться. Это здание осталось как будто на островке, не подъехать ни со стороны улицы Мусина, ни со стороны внутридворовых дорог. Эти ограждения появились в августе прошлого года. А уже через месяц спасатели из-за них не смогли подъехать во время пожара к этому зданию. Это схема 2006 года. Тогда земля между домами была в общем пользовании. Вот это та земля, где мы сейчас находимся. А вокруг того, что помечено синим или серым, это публичный сервитут, который был установлен государством ранее. Но в 2013 исполком издал постановление и передал участок в пользование жителей. Без аукциона бизнесмены считают, землю отдали без предупреждения. Так вышло, что земля, которая вокруг, которая сейчас получил этот дом, она им была просто подарена. Я не понимаю, почему это произошло. Потому что у нас законно предусмотрено право каждой из сторон претендовать на эту землю. От имени жильцов выступало и заявление в исполком подавала управляющая компания «Спектр». Сегодня руководство от подробных пояснений отказалось. Не было в общем пользования. Ну, а по документам, по схеме же там, то есть видно, что... Нет, нет. Так, секундочку. Никаких съемок не дали. Мы сегодня обратились в исполком города. Почему было принято решение, которое оставило собственника без доступа к своему же объекту? Сейчас бизнес ищет помощи в прокуратуре. Они намерены оспорить право собственности на землю и избавиться от соседского ига. Альбина Менебаева, Андерсен Тальцев, ТНВ, Казань. Вот этот цирк. Местные не узнают. Приезжие в восторге. Строители торопятся. В Казанском цирке практически закончен генеральный ремонт. В здании сейчас идут последние приготовления к новому сезону. Ну, а зрители здесь будут ждать одни сюрпризы. Какие именно, узнал Сергей Хайдаров. Царый манеж мы 100% демонтировали до бетона. Покрыли новым покрытием. Также добавили подсветку манежа. Цирк после ремонта татарстанцы вряд ли узнают. Новые кресла, манеж, купол, обновлена и вся аппаратура. А в коридорах летающей тарелки гости смогут найти все, что нужно. Здесь скоро начнут работу прилавки с едой, сувенирами и развлечениями. И по мнению подрядчиков, легендарный казанский цирк стал не только удобнее, но и безопаснее. Была произведена обработка металла огнезащитными специальными покрытиями. Был пересмотрен план эвакуации. Были расширены проемы для этого. Также лестничные марши были расширены именно в зоне трибун. Практически полностью изменился и купол цирка. Здесь установили новый звук и свет. А благодаря новой поверхности, его крыша стала еще больше похожа на летающую тарелку. История этого казанского цирка началась 50 лет назад. С пожара, который уничтожил деревянное здание на Черном озере. Тогда за дело взялись молодые казанские архитекторы. И решили построить что-то уникальное. Однако летающую тарелку им не разрешали строить до последнего. Чиновники не верили, что здание без опор, безопасно. Утвердить проект помогли специальные испытания на макете. А после его открытия этот зал ждали полные аншлаги и признания от великих артистов. Я работал во многих цирках нашей страны и за рубежом. Но считаю, что зрительный зал, закулисная часть, репетиционный манеж, наиболее удачно спроектированный именно у вас. Сегодня этот манеж может считаться одним из лучших в Европе. На реконструкцию ушло больше полмиллиарда рублей. Однако даже после открытия работы здесь не прекратятся. Дело в том, что у нас закулисная часть, она там еще полным ходом идет ремонт. Здесь все хорошо и отлично. А в той стороне у нас во всю работу кипят. Количество работающих людей здесь непосредственно в цирке достаточно большое. Пока точной даты открытия казанского цирка нет. Предположительно, казанские зрители увидят первое представление на новой арене в апреле этого года. Сергей Хайдаров, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Вы смотрите новости Татарстана и вот о чем далее. Массово и культурно. Много чего интересного казану. Как татарстанцы провели новогодние каникулы. Итоги репортажа Альбина Слагарайзин. Время игречка, лядок и гаданий. Радуйся земле. Празднованию святочной недели присоединилась Алина Бережная. Новый год, новое жилье. В этом году в Татарстане по программе жилищного строительства планируют ввести в строй почти 2,5 миллиона квадратных метров. Цифры сегодня озвучил глава Минстроя. По словам Ирика Файзулина, в 2018 году жильем обеспечат 297 детей-сирот и 164 семьи из отдельной категории граждан. Программа капремонта поликлиник продолжится в январе-феврале. Кроме того, полномасштабная работа будет вестись и в рамках реализации программ строительства и капремонта социально-культурных объектов. Пока одни отдыхали, другие нарушали закон. 10 человек погибли на дорогах, 64 пострадали. Полиции зарегистрировано более 500 преступлений. Сегодня в Кабмине подвели итоги праздников. Народные гуляния и развлечения были организованы для татарстанцев и гостей города на протяжении всех 9 дней новогодних каникул. О плюсах и минусах таких долгих каникул. Альбина Солгораева. В культурном досуге было много чего интересного в Казани. Было безопасно, мы гуляли. ДК Химиков, ДК Урицкого выходили на шмутан. Было куда сходить, при этом чувствовали себя в абсолютной безопасности. Только парки города посетили более 150 тысяч человек. А потому в местах массового скопления людей дежурили дополнительные бригады скорой, полиции и спасателей. Досуд татарстанцев был как никогда насыщенным, сообщил министр культуры. Обширная программа была в Большом концертном зале, в Татарской государственной филармонии. Формируя программы новогодних и рождественских мероприятий, мы постарались учесть все интересы населения. В том числе, вот сегодня уже упоминалось, мы активно работали в парках и скверах, особенно для детей, подростков. О том, что свои 4 дня недогуренных школьных каникул дети смогут компенсировать, рассказал глава Минобора. Лагеря, фестивали, соревнования, олимпиады и конкурсы. В республике было организовано все для правильного отдыха школьников в период каникул. Это право закреплено за муниципалитетами, определять, когда они проводят каникулы. Мы даем рекомендательные письма для того, чтобы у нас было понятное трактование этих сроков. Но муниципалитеты вправе сами принимать решения. Но пока одни веселились и отдыхали, другие совершали преступления. Полиция ведет свою статистику. 63 развойных нападения, 19 грабежей и кражи. В основном причина изрядное употребление алкоголя. За этот период было совершено 6 убийств, 17 преступлений с причином тяжкого вреда здоровья. В основном они носили бытовой характер между знакомыми или малознакомыми людьми. На почве внезапной ссорой после совместного распития спиртных напитков. Самое первое и самое страшное. Статистику дорожных трагедий открыла авария в Пестричинском районе. Лобовое столкновение, 4 погибших и столько же в тяжелом состоянии. С начала года на дорогах республики погибли уже 10 человек. Десятки раз пришлось выезжать на вызовы спасателям республики. 76 пожаров, 6 погибших, 10 человек спасены. Произошло возгорание, которое унесло жизни отца и двоих детей в Менделинском районе. Несколько версий рассматривается, в том числе и поджог, нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Такая подтвердится, я пока не могу. Высокую оценку организации поставили гости и туристы. В целом же те или иные происшествия возникали из-за несоблюдения элементарных правил безопасности. Как дома, на отдыхе, так и на дорогах. Альбина Слагараева, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Праздники кончились, но введения вступили в силу. Теперь за выброшенный окурок из машины и анонимность в мессенджерах крупные штрафы. С началом года вступили в силу сразу несколько изменений о новых законах и фейковых новостях. Салават Мухаммадуллин. Непонятно, от кого исходят данные сообщения. У рекламы, провокации и даже угроз теперь есть имя. С нового года анонимность в мессенджерах в России под запретом. Регистрация в приложениях доступна только с мобильного телефона. То есть найти автора сообщения теперь не составит труда. Правда, это может противоречить 23-й статье Конституции о праве на тайну переписки. Будет известно о том, от кого происходят данные сообщения. То в данном случае представляется, что данное обстоятельство, оно более позитивно будет именно складываться на безопасности, опять-таки, граждан. Неанонимные мессенджеры, авторизированные сим-карты. Их теперь можно купить только с паспортом. При этом скрыться от посторонних все же пока можно. В интернете есть десятки сайтов по продаже мобильных номеров без удовестоверения личности. Гарта полностью нормальная, даже их не распаковывали, дела нет. Данные там ничего не нужно оставлять вам, все нормально в этом. Нет, нет, ничего не надо. Нет, 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 нет. За чистоту, конечно, правильно, что так и надо. Давно уже надо было так сделать. Вдруг попадет в двигатель или в окно соседнее. Ну, может загореться салон. Все понимают, но продолжают. Остановиться обяжет закон. С этого года вводится штраф за выброшенный окурок из окна автомобиля. В полосах отвода охранных зон дорог, а также на участках железнодорожных путей, автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горячий шлак, уголь, золу, а также горячие окурки и спички. Рублен накажут и нерадимых владельцев участков. Теперь они обязаны косить траву и убирать мусор со своих владений. Такая практика применялась уже прошлым летом в Сабинском районе. Телкова трава выше 15 сантиметров платили штраф. Около дома надо держать всегда чистоту, порядок. Лишние травы, конечно, ненужные травы. Скосить, убрать. А вот получать налоговые льготы станет легче. Вместо беготни с кипой бумаг с этого месяца нужно просто заполнить заявление на предоставление льгот, указав реквизиты документов. Пение в 2000 рублей за повторное нарушение скоростного режима, лишение прав за тонировку и увеличение штрафов. Все это фейковые новости, как сообщили нам в республиканском ГИБДД Слават Махмадолин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Целую экспедицию готовы устроить челнинские активисты, чтобы выяснить причины рождественской вспышки. Напомним, сотни людей в ночь с субботы на воскресенье увидели яркое явление в небе над Челнами, Альметьевском, Огрызом, Нижниканском и другими районами. Добровольцы считают, что это был метеорит и хотят найти место его падения. А специалисты же выдвигают свои версии случившегося. Это либо атмосферное электричество, либо техногенная вспышка в атмосфере. Небесная канцелярия удивита к концу недели. Гидромедцентр обещает резкое похолодание. Если завтра и в четверг до минус 10, то вот в пятницу столбики термометров опустятся до 15 градусов мороза. А в субботу ночью уже обещают минус 22. Днем до 19 ниже ноля. В воскресенье также холодно. Холод на улице это уже традиционно. Перед крещением у православных в самом разгаре святочная неделя. Пожалуй, самое таинственное и загадочное время, вобравшее в себя и языческие традиции, и христианские обряды. К колоритному празднеству присоединилась и Алина Бережная. Перед гаданием надо снять все украшения. Полная темнота, кромешная тишина, святочная неделя, время, когда желания исполняются, а тайны открываются. Ставится на порог. Порог – это граница между двумя мирами. Мир домашний и мир уже внешний. Гадают на всем, что под руку попадает. Это янтарные камни, нити, соль, вода. На Руси говорили, хочешь узнать будущее – жди святок. Рождественские гадания – самые-самые верные гадания. Это уже испокон веков. И, безусловно, самые популярные гадания на любовь. Для обряда не обязательно, типа профессионалам. Все можно сделать самим. Берем две свечи – красная девушка, а белая – это кавалер. Поджигаем. И соединяем. Если две свечи вместе до конца прогорят, значит, их судьбы соединятся. Святки – это 12 дней. Как их проведешь, так год и пройдет. На Руси проводили это время с максимальной пользой. Встречались с родственниками, устраивали гуляния. Традиции сохранились и сегодня. Осталось желание, я думаю, не просто быть зрителем, а быть участником. Там, где святки, там и калятки. Участники фольклорного ансамбля «Красная горка» традиционно каждый год ходят по домам, поют песни и разыгрывают народные сценки. Святочная неделя только началась, поэтому до 19 января поверить в магию и присоединиться к гуляниям может каждый. Стоит лишь помнить, что праздник – это все же языческое наследие, и к вере никакого отношения не имеет. Алина Бережна, Ильшат Мухаммедов, ТНВ, Казань. Далее о спорте и более подробно о погоде. Я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Он выйдет в эфир 21.30. Всего вам доброго. Я так давно в России, что уже почти и забыл о том, что я финн. А из финского у меня квартира от компании «Юить». Зимняя распродажа в салоне кожи и меха «Мехополис». Скидки на норковые шубы до 50, на все пуховики до 20%. Успейте сделать выгодную покупку. «Мехополис», торговый центр «Эксель», третий этаж. Распродажа нового года. Скидки на квартиры от 500 тысяч рублей. И даже больше. Звоните прямо сейчас. Осталось несколько дней. На предприятии «Челный Кировец» полностью переверут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челный Кировец». Легендарному трактору «Вторую жизнь». Сыны отдыхают, а выгоды на каникулах работают только до конца января. Бери «Ниссан» по ценам прошлого года. Звони в автоцентр «Марка». Четыре пятерки, три единицы. Праздничные скидки в салоне «Бирюлинские меха». Шубы, жилеты, шапки из шкурок соболя, норки, лисы и песца. Мы ждем вас в агропромышленном парке в павильоне 22. Покупай «Татарстанское». Мы держим цены прошлого года. Забирай «Датсун» в январе с выгодой до 80 тысяч рублей. Автоцентр «Марка». Четыре пятерки, три семерки. Добрый вечер. Время новостей спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов. Аргентинцы атакуют, но КамАЗ не сдается. Третий этап ралли «Дакар» завершился победой Федерико-Велагре. Однако татарстанские экипажи все ближе подкрадываются к пьедесталу. Механики «Синей Армады» буквально за ночь вернули жизнь машине Айрата Мордеева. И пилот не подкачал. После песчаных путей на стартовых этапах пилоты готовы к всем трудностям. Ситуация с перевернутым КамАЗом до сих пор в памяти и тех, кто был в машине, и тех, кто пришел на помощь. Федерико-Велагре на третьем этапе смог финишировать на первой строчке. Эдуард Николаев второй, а тройку замкнул Айрат Мордеев. Еще двое шибалов и сотников пока ищут оптимальную форму. Основная борьба еще впереди. Как показывает практика предыдущих сезонов, КамАЗовцы выстреливают ближе к финишу ралли. К сожалению, допустил навигационную ошибку. Потеряли время. Где-то порядка пяти минут. Еще в одном месте чуть-чуть подсели. Ну, такое неожиданное место было. Хоккеисты Акбарс и Нефтехимика продолжают выездное турне по городам России. Нижнекамцы уступили в Москве Спартаку со счетом 2-3. А в это время Барсы проводили матч в Череповце. Северсталь – опытный коллектив, который ведет борьбу за место в плей-офф на Востоке. Акбарс попал под горячую руку соперника. Игра получилась довольно зрелищной. Сначала хозяева счет открыли, но не прошло и минуты, как гости вышли вперед. А дальше забивали только местные хоккеисты. Итоговый счет 5-2 в пользу Северстали. Уже завтра Акбарс проведет заключительный поединок длительной выездной серии. Игра против рижского «Динамо» начнется в 20-30 по московскому времени. Нельзя пропускать такое количество шайб от соперника, неважно, какая-то команда. Забивать нужно побольше, поэтому, я думаю, в каждой линии есть чему добавить. И в завершение к лыжным гонкам татарстанский спортсмен Андрей Ларьков занял второе место в этапе тур-дески в гонке на 15 километров в классическом стиле. Уроженец Зеленодольска проиграл всего 0,4 секунды представителю Казахстана Алексею Полторанину. Его результат 38 минут 40,7 секунды. Тройку лучших замкнул канадец Алекс Харви. Это лучшее выступление россиян в гонке. Андрей Ларьков за последний год показывает стабильно хорошие результаты. В прошлом году он впервые стал призером чемпионата мира, завоевав серебро в эстафете. Отметим, что Ларьков один из претендентов поездки на Олимпиаду в Корею. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Поговорим о погоде после полезной информации. Спонсор показа изготовитель корпусной мебели на заказ компании Данил Мастер. Весь январь Данил Мастер дарит своим клиентам 20% дополнительной скидки на изготовление кухни или шкафа-купе. Данил Мастер. Город Казань. Улица Восстания, 23. Телефон 2. 167-166. О погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке в Бугульме, Бавуе, Ознакаево ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдет небольшой снег. Температура воздуха минус 8. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге малооблачно. Пройдет снег и 7 градусов мороза. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызи, Менделеевске днем около 6 градусов ниже нуля. И также ожидается небольшой снег. На северо-западе, Варске, Вкукмаре, Болтасе облачная погода с прояснениями. Временами пройдет небольшой снег и минус 6. Также снег ожидается и на юго-западе Татарстана. Синоптики обещают 5 градусов ниже нуля. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыши облачная погода с прояснениями. Ожидается небольшой снег и минус 6. В последующие дни температура понизится. На дорогах гололедится. Будьте предельно внимательны. В Казани облачная погода с прояснениями. Пройдет небольшой снег. Температура воздуха днем минус 4, минус 6. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 87%. Это вся информация к данной минуте. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.